Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Если мы посмотрим, сегодня наш зал украшен немножко по-другому, чем обычно. Завтра готовится праздник. Но знаете, наш взгляд сейчас направлен будет не на это, не на то, что будет происходить завтра, а послезавтра. Когда мы соберемся в Дом Божий для того, чтобы воспоминать Голгофские страдания Господа нашего, зал украшен будет совсем по-другому. И для нашего рассуждения хотел предложить одно место еще и написание, которое записал Иоанн в своем первом послании. У кого есть Библия, откроем. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Иоанн записал такие слова. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, пред Отцом Иисуса Христа, праведника». По-английски это слово звучит «адвокат». Я думаю, каждый из нас знает значение этого слова. Кто такой адвокат? Что это за человек? Что он делает? По-другому мы скажем, это лойер. Это тот человек, который стоит между нами, или, скажем, между осужденным и между судьею. Тот человек, который пытается помочь, или который пытается оправдать осужденного человека. Знаете, в моей жизни не приходилось, чтобы мне надо было, чтобы у меня был лойер, чтобы за меня кто-то заступался, за меня кто-то мог говорить, помочь мне в чем-то. Некоторым людям приходилось нанимать адвоката для того, чтобы рассматривать какие-то дела. В жизни людей разные ситуации бывают. Бывает, когда человеку надо нанимать адвоката для того, чтобы он ему помог выиграть какое-то дело. Может быть, это связано с какими-то финансами. Может быть, криминальное дело. И человек, он сам не может предстать перед судом и за себя отвечать, за себя говорить, оправдывать себя. Человеку обязательно нужен этот адвокат. Человеку нужен тот посредник, который встанет между им и между судьею, который будет оправдывать этого человека, который будет пытаться сказать доброе, может быть, хорошее об этом человеке. Проводятся какие-то следствия, какие-то расследования. И этот адвокат, он пытается оправдать этого человека. Есть разные адвокаты. Есть адвокат, который заинтересован в этом деле. Он действительно в сего сердца хочет помочь этому человеку. Потому что он видит, что этот человек, может быть, с его точки зрения, он не виноват. Или, может быть, виноват, но чтобы как-то облегчить его наказание. Этот человек, этот адвокат, может, заинтересован в этом деле. И он пытается это сделать. Есть адвокат, которому лишь бы в карман деньги положить, лишь бы получить зарплату. И он это делает свое дело. А бы как? Лишь бы сделать свое дело. Лишь бы получить зарплату. Но есть разные случаи. И вот Иоанн говорит, что если мы согрешаем, то у нас есть этот адвокат. У нас есть этот ходатай. Знаете, он сильно отличается от адвокатов, которые мы встречаем, которые на этой земле. Потому что Христос, он тот адвокат, который стоит перед Богом. И он говорит, что вот он указан на нас, на каждого из нас. У нас нет каких-то хороших поступков, каких-то хороших действий. Знаете, когда адвокат, он пытается оправдать человека, то он указывает на его какие-то хорошие стороны. Знаете, можем говорить, что этот человек, он хороший семьянин. Ну, просто получилась такая ситуация, в которой он оказался, он вот так получилось. Но он хороший человек. Он работает, у него на работе о нем хорошие отзывы, хороший семьянин. Может, в церковь иногда ходит. И какие-то плюсы, какое-то положительное говорит о нем. Но знаете, когда мы перед Богом, мы ничто не можем сказать в свое оправдание. У нас нет того, что мог бы сказать Бог, вот молодец, это хорошо. Нет. Знаете, потому что все написания говорят, ибо мы все согрешили, да, и лишены славы Божьей. И поэтому Христос, Он наш адвокат, Он наш ходатай пред Отцом. Он говорит, да, Он не достойный этого, Он не достойный оправдания. Но я жизнь свою отдал за Него. Я пролил свою кровь. Для того, чтобы Он и мог иметь оправдание. Знаете, смотря передачу, встречались разные случаи, когда выносился вердикт человеку, и когда человека оправдывали. Как человек радовался, как он прыгал, как он был рад тому, что его оправдали. Знаете, а нас Христос оправдывает перед Богом очень часто. Так же, смотришь, те люди, которые им вынесли все-таки вердикт, их не оправдали. Человеку дали большое наказание или большой срок, или, может быть, пожизненная, или даже смертная казнь. Какая у человека реакция? Как человек, какие у него эмоции? Как он кричит, вопиет? Знаете, но наш адвокат, наш ходатай, он всегда выигрывает дело. Он всегда выигрывает. Он всегда нас оправдывает. Как я уже сказал, не по нашим заслугам, не по нашим делам, а через его предчистую пролитую кровь, через его жертву. И когда мы придем в день воскресный, мы будем воспоминать те страдания, через которые мы достались Господу, через которые он может нас оправдать, через его действия. Священное Писание говорит без пролития без пролития крови не бывает прощения. Как мы знаем, что до этого израильский народ, для того, чтобы получить прощение от Бога, они должны были принести эту жертву. Должна была пролиться невинная кровь, агнца. Но нам сейчас этого делать не надо. Агнец уже пролил свою кровь, кровь уже пролита. И теперь мы имеем прощение. Также апостол Павел в послании к Оринфинам, извиняюсь, в послании к Кримленам, он пишет в 8 главе 34 стихом. Кто осуждает? Христос и Иисус, Он умер и воскрес, Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Слава Богу, что у нас есть ходатай, который может стать между нами и между праведным Богом. Потому что мы сами не можем перед Ним оправдаться. И нам нужен и ходатай. Нам нужен тот, который может нас оправдать перед Богом. Потому что сатана, он день и ночь клевещет на нас. В откровении, мы читаем, записано в 12 главе 10 стихом такие слова. Услышая громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь. Да, действительно, сатана, он клевещет о нас. Знаете, он не говорит всегда неправду, а чаще всего он говорит и правду. Указывая на нас, говоря, смотри, как он поступает, смотри, как он делает, смотри, что он говорит, какие его действия, какие его поступки. И он клевещет о нас перед Богом. потому что он таков и есть, он клеветник. А Христос, он стоит по другую сторону и говорит, за этого сына или за эту дочь я дал жизнь, я за него ходатайствую, я за нее ходатайствую. Слава Богу, что у нас есть тот ходатай, и который, как ходатай, как адвокаты на этой земле, им лишь бы сделать свое дело. Но он заинтересован в том, чтобы оправдать нас перед Богом. Потому что мы дети его. Потому что он жизнь свою отдал за нас. Когда мы пройдем в день воскресный, воспоминая страдания Господа нашего, у нас есть прекрасная возможность возблагодарить за то, что он стал нашим ходатаем. Нам другого никого не надо. И мы сможем стать перед Отцом, прийти к Нему только через Господа нашего. Ибо нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Только в Нем, только через Него, только через нашего ходатая мы можем найти оправдание перед Богом. За это благодарность Ему. Аминь.